всем привет и с наступившим новым годом год начался в принципе неплохо на фондовом рынке посмотрим как будет дальше особенно год хорошо начался для компании tesla которая показала просто классный рост да то есть 84 процента по поставкам рост year to year это не шутки итак я сегодня постараюсь ответить на вопросы которые поступали по последним двум видео по вилогу и по предыдущему видео и сделаю такой вопрос ответ возможно какие-то сделаю дополнение к тому что я уже отвечал в тексте в комментариях и поехали сразу не буду вас долго задерживать здесь комментарий был по поводу новых проекций на 2022 год я уже делал видео смотрите выпуск я ссылку прикреплю в описании там все проекции на 2022 год есть как вы относитесь к эти вот и арк сейчас я не поменял свое мнение по поводу арка кейте вот я считаю что кити вот это великий инвестор все-таки за последние 10 лет она она как никто другой трубил про теслу про bitcoin и так далее я думаю что она очень хорошо разбирается не только в тех компаниях которые там могут выстрелить 200 процентов за год она стала своеобразным таким заложником собственного успеха и я думаю время расставить скорее всего все на свои места ростовые активы конечно пострадали 2021 году никто не знает как будет происходить 2022 год но я считаю что они профессионалы они действительно делают очень хороший research причем ботом и ap research здесь равных практически нет да у кати вуд и арк фонда я думаю что нельзя просто так взять и перечеркнуть те то что они делали за последние там семь лет когда фонд рост очень хорошо и просто какой-то там один год неудачные особо возможно перечеркнет ее карьеру я так не думаю здесь был комментарий по поводу источников информации которые я использую для поиска там новых инвестиционных идей или для какого-то research я обязательно сделаю выпуск подобный и скорее всего даже будет следующим выпуском такое видео где я расскажу о тот а до я как я подбираю допустим акцию в новый портфель или как я допустим слежу за своими компаниями которые есть в портфеле где вообще информацию беру какие платные подписки у меня есть и так далее и тому подобное здесь был вопрос по зилу to six и телодок по зилу я не знаю у них как-то все конечно очень нехорошо получилось с последним трендом да то есть покупка и продажа домов так называемым флиппингом я не знаю насколько долго они будут оправляться от этого так сказать неудачного эксперимента менеджмент особо не раскрывает какие-то супер детали по этому поводу я думаю они хорошо выучили урок но я думаю что сам по себе сайт зилу им не перестанут пользоваться американцы и в долгосрочной перспективе скорее всего зилу все-таки будет расти у меня больше уверенности по тюсикс поскольку это один из ведущих производителей полупроводников каждый iphone имеет лидар сенсоры от тюсикс компании по телодок здесь конечно много конкуренции нарастает но платформу терадок очень-очень достойная я думаю что если бы телодок сейчас взялся за тренд мета вселенной и создал бы какую-то мета там поликлинику куда можно приходить там врачам допустим на какие-то приемы по каким-то таким неважным особо вопросам то я думаю телодока есть шансы как бы захватить в этом пространстве лидерство поскольку в телемедицине они действительно один из лидеров когда это будет монетизироваться конечно вопрос покупка ли вонга была очень дорогая 2020 году это повлияло конечно на все их показатели и очень долго это влияло как это будет развиваться трудно сказать но я думаю в долгосрочной перспективе телодок имеет тот же самый состав менеджмента победителя остаются победителями я думаю если не поменяется сего не произойдет неких крупных скандалов телодок останется крутым бизнесом и акции скорее всего выигрывает все равно в долгосрочной перспективе как будто ни было расскажите пожалуйста про налоги с инвестиций я хочу уточнить да еще раз что инвестирую в штатах если интересная могу показать как заполняются налоги там с инвестиций в штатах когда я буду делать это там сам феврале в марте все делается элементарно практически автоматически и очень очень просто им принципе могу это конечно пояснить я не знаю как заполнять налоги в индонезии там в куала-лумпур или где-то еще то есть я не понимаю другие страны как и там все работает поэтому о чем я не понимаю я даже не буду пытаться разговаривать инвестируете либо баронный сектор сша да у меня есть акции боинга они отчасти обороны предприятия части гражданское предприятие но боинг это такая компания без которой наверное штаты представить и нельзя и здесь конечно сейчас скорее всего боинг будет выезжать так сказать на оборонном секторе оборонных заказах там международных заказах гражданская авиация конечно остается такая немного турбулентная много непоняток и эти вирусы постоянные то есть что будет происходить строил индустрии с авиа индустрии как-то большой большой вопрос но я думаю что боинг хорошее предприятие в принципе давно существует в америке конечно это больше становится похожим на так называемую кока-колу или procter and gamble но в любом случае у меня есть портфель акции боинга пусть они много но есть был комментарий замечания по поводу смены каналом и я поменял канал да это теперь не про инвестиции канал назван моим именем но уже как говорится дан дел да то есть сделано и сделано назад дороге нет я вообще сторонних таких резких в принципе изменений если я что-то меняю если мне что-то не нравится я не буду тянуть резину мне не нравилось допустим название про инвестмент даже если к нему много людей привыкла мне она не раз потому что она была такое длинное когда я создавал канал я не особо в этом запаривался все что там первые на голову пришло и залепил да здесь я счел нужно поменять и как бы это мое решение здесь как бы нравится не нравится был вопрос по биотехам так сказать может быть люди уже несколько раз намекают меня о том чтобы сделать какой-то research по биотехам я особо в этой индустрии не спец сразу говорю я могу сделать research по каким-то крупным фондам которые занимаются тот же самый арк они у них очень хорошие есть research и по поводу геномик revolution и так далее да то есть можно собрать какую-то в кучу информацию выявить какие-то тренды основные но надо понимать и я уже об этом несколько раз писал в комментариях и раз наверное разговаривал в этом видео что в биотех индустрии в штатах вот практически каждые 10 лет возникает одна и та же ерунда все кидаются на компании которые вообще не зарабатывают ничего кроме как каких-то intellectual property у них ничего вообще нет и начинают вот все бухать деньги компании разгоняются потом это все падает там на 200 в половину да там на 50 процентов складывается то как росло 200 процентов потом складывается на 50 процентов все как-то все забывают и все потом в раз в 10 лет а история повторяется риторика одна и та же и так далее но я постараюсь сделаю какой-то обзор насколько смогу как бы расскажу что вообще я вижу здесь происходит среди крупных инвесторов поскольку надо все следить за тем куда инвестируют крупные игроки они какие-то мелочи там какие-то инвесторы понятное дело был комментарий и замечание по поводу васи олейника то что я его упомянул на 5 скорее всего люди некоторые недопоняли я не ставил в пример васю олейника как великого там инвестора я ни в коем случае не рекомендую копировать его стратегии шортить американский рынок это наверное самое глупое на занятие что можно придумать но опять-таки как человек вот именно разбирающийся механизмах рынка я думаю что равных василий олейнику вот так вот на блога сфере на youtube сфере русскоговорящий наверное нет поскольку он действительно разбирается механизмах рынка очень и очень хорошо надо понимать что любой шартист профессиональный шартист он разбирается в рынке и в компаниях и в бизнесах еще глубже чем лангисты поскольку риски у них больше да уж артиста реально он как на минном поле ходит ему надо аккуратные шаги делать и поэтому он там проверяет перепроверяет там копает там докапывается до всех деталей до которые там на лангисты закрывают глаза да я сам не шарчу акции вообще никому не советую этим занимается но опять-таки вот именно по по понятию самого рынка по понятию механизмов то есть монетарной политики как это все влияет на рынок я думаю вася оленик разбирается опять-таки можно быть нобелевским лауреатом в той или иной области к примеру экономики или математики и совершенно не зарабатывает на фондовом рынке это вообще никак не гарантирует знания каких-то процессов здесь складывается совсем другая картина у вас должны быть какие-то набор там психологических факторов какие-то умственных я уже об этом всем говорил иначе бы все профессор наверное экономики там преподаватели мировой экономики становились сразу миллиардерами зачем заниматься он иди на фондовый рынок и зарабатывая раз ты понимаешь так что происходит по телеграмму тоже было замечание что весь мир уже там я понимаю и tick tock уже весь мир там понятное дело что тренды меняются за ними как бы гоняться надо в какой-то определенный момент я не профессиональный блогер у меня на допустим наверное даже на телеграм не будет особо столько времени но какие-то новости возможно я начну делиться создам канал я не утверждаю что я этого никогда не делаю это сколько только дурак не меняет свое мнение если это мне сейчас не нравится вполне возможно мне это понравится через три месяца и вполне возможно я уже набью руку так сказать на видео и когда я уже выйду в telegram свободно начну какие-то делиться какими-то новостями какими-то новостями по акциям по фондовому рынку и я понимаю что это должно быть в принципе с youtube каналом но на сейчас я не собираюсь его открывать как будто не было был еще вопрос по поводу разбора нефтянки так как я работаю сам нефтяной промышленности штатов здесь у меня в принципе такая короткая мысль можно сколько угодно разбираться в каких-то бизнеса как происходит кто лидера там в нефтянки в америке можно сколько угодно копаться в этих отчетностях завтра выходит какой-нибудь там принц саудовской аравии ссориться еще с кем-то опек там созывает митинг они в общем лишают там увеличить или наоборот сократить добычу и все твои догадки все твои вот эти предположения все что чем ты думал на рынок нефтяной да прежде всего влияет цена на нефти это все рухается просто за неделю да и соответственно сколько я раз сам был в этой лодке поскольку работаю в этой индустрии поэтому в принципе я не вижу смысла прям глубоко разбираться в этой индустрии надо забирать если есть прибыль какая-то с этих акций я думаю что будут может быть расти они в 2022 году тоже но надо в какой-то определенный момент эти прибыли фиксировать это не долгосрочная инвестиция цикличный бизнес среди американских компаний скорее бы отметил кону к филлипс я бы отметил divon energy я бы отметил valero это как бы oil refinery у них очень много заправок успешных заправок на территории штатов я бы отметил pioneer natural resources если вы хотите прям совсем совсем рискнуть вот если допустим кону к филлипс вырастет на тридцать процентов то такие компании как примеру колон петроли он до сепи тикер они вырастут на 80 процентов то есть тут как бы надо играется на свой вкус на свой риск выбирает свои активы то же самое телу я я упомянул компания маленькая занимается проектировкой построением экспортных станций по спг и вот пожалуйста датель лурин если все будет хорошо с oil and gas а я думаю что с газ будет лучше чем с oil то телури он почему не да то есть если у них все планы возобновятся да то есть строительство все произойдет и поставки спг на наладится и спг цены будут на том же уровне то телури он может превратиться в много-много иксов компанию да то есть здесь очень много таких вот игроков мелкий которые можно рассмотреть для того чтобы заработать вкладывать в аксон там или в какие-то супер и такие гиганты там shell я вот честно не вижу смысла поскольку опять таки при наступлении определенного очередного цикла падения цен на нефть все что вы там заработаете 30 или 40 процентов с этих акций вы тут же их вообще вот в одночасье там за месяц не успеете потеряете дату то есть надо забирать с этих нефтяных акций надо забирать прибыль нефтесервисной компании я бы как-то на американском языке если сказать а удачи будет 10-фут пол да то есть я бы даже с десятифутовой палкой их не трогал поскольку если во время обвала надо понимать что если у нефтяных компаний у них хотя бы продолжается какая-то добыча они могут остановить все бурение остановить там какие-то разработки остановить инвестиции остановить какие-то exploration да wells то в случае с этим у них все равно идет какой-то cash flow то есть несмотря на это все равно продолжает добываться нефти сколько бы она не стоила она приносит какие-то деньги нефтесервисной компании при обвале они теряют все они теряют контракт у них абсолютно теряется cash flow они увольняют всех начинается просто crazy они больше всего всегда страдают и нефтесервисной компаниям насчет этого хуже и хуже всего поэтому если выбирать прямо с двух зол я бы выбрал все-таки наименьшее да это все-таки какие-то компании которые ориентированы больше даже на газ наверное сейчас чем на нефть таки как дивон к примеру energy или там целурия ну или совсем рискнуть можно скалан петролиум я думаю что эта компания есть потенциал прям хорошо и хорошо выстрелить если выстрелить опять-таки цена на нефть и никто ее не обломает но ты все всем хороших выходных хорошие там торговой недели кто торгует инвестиционного года кто инвестирует всем пока в следующем выпуске опять-таки разберем те источники информации которые я использую те платные подписки которые у меня есть то есть от а до я я покажу как я делаю research на птель определенные активы акции и так далее до встречи